Привет, мои дорогие, завтра ехать нам в посольство, продлевать анюдский паспорт, но как вклеивать фотографию новую. И вот надо было спечатать заявление. Приехала в нашу библиотеку и вот распечатала три штуки заявлений, они по три крона. Хочу сказать, что распечатка, вот мы делали печать сельства о рождении, загранпаспортов, торговом центре, 10 крон один листик, 10 на листик три крона стоит. Но проблема была в том, что, в общем, с почтой не печаталась, мне надо было сохранить его и зайти в загрузки, там, то есть его найти и вот распечатать. Но вот таким способом сделала. То есть, если кому-то надо, вот совет могу сказать, что библиотеки Улинсакер. Вот смотрите, лист А4, три кроны, А3, пять крон. Сканируйте вначале этот код, он нас перекидывает прямо на принтер, выбираете там формат, выбираете количество страниц, с двух сторон печать одностороннее, все и печатаете, все очень просто. Все, теперь пойду домой загорать. Пришла домой, девчонки мальчишки, при всей моей любви к гермионе, иногда не хватает никакого терпения. Я прихожу и вижу, что у меня валяются лепесточки орхидеи, и вот полома на цветочек, вторая распускается. И я вот отодвигаю этот горшок, и что я вижу? Все. То есть он еще бедный не отцвел, а он отломался. Он бедный не отцвел, у него было столько завязей. Мой любимый азиан коралл. Все, видите, гермиона там полазила на подоконнике, посидела, и цветочка не стала. Ну вот как это называется. И вот он сейчас на улице, я пришла прям в толку ругать. Все. Только говорила. У меня секрет цветения моих орхидеи в том, что гермиона ходит на улицу. Нет, она залезла на подоконник, они там мешали, все растолкала, распихала, все поломала, и вот, не знаю, честно говоря, очень жалко, девочки. Такой красивый, такой красивый. Ну вот очень жалко цветочек. Этот-то просто лепестки поломала, но он целый остался. Ох, и гермиона. Так, ну что, ругай-не ругай уже. Покажу вам, что купила еще. Естественно, естественно, я, конечно, зашла в магазин. Кайлира зашла, взяла вот салатик. Вот салатик. Яблочек. Сейчас очень хочется яблочек. Хладенькая тоже хочется. Уже не знаю, что с этим делать совсем. В общем, вот еще. Два цветочка, даже еще не доставала. То есть те у меня такие желтенькие, а эти какие-то, видите? И пахнут они прямо детством, детством моим. Так, и еще. Зашла я во Фритекс. Покажу вам сразу. Купила себе. Сейчас подрываю эти кетки. Две вот такие ковсточки. Даже одену, покажу, как смотрится сейчас сразу вам. Вот одна футболочка такая будет у меня под штаникой. Не знаю, как вам показать, чтобы было хорошо вам видно все. Мне очень нравится. Она такая плотненькая. Воротник мне здесь вот нравится. Такой он интересный. Ну и у нее ничего особо не нависает. Сейчас покажу еще рубашечку вам. Ну и вот. Рубашку я взяла. В общем, я когда эту рубашку увидела, она такая кажется мне малюсенькая-малюсенькая. Думаю, мне она не подойдет. Одеваю. Вот чудно мой размер. То есть ее можно, если где-то что-то мешает. Вот так. Можно будет. Сейчас я стегну одну пуговку. То есть я ее взяла, знаете, что вечерком выйти под джинсики одеть очень даже будет хорошо. Сейчас джинсами мерить не буду. Покажу вам просто. Сидит рубашка замечательно. Мне нравится. Но меня смущал этот воротник. А потом смотрю, он нормально. А то видите, уже у меня все новая подвесочка. Нормально он смотрится воротник. Рукава здесь тоже хорошо смотрится. Так что я думал, что покупку не прогадала. Хорошая покупочка. Вот видите. Браслет тоже. Вчера я себе переплела. Все. Новенький. Темно-сиреневый. Смотрится, конечно, он очень эффектно. Но, знаете, нет еще ощущения, что это мое. Если вот я тот браслет коричневый с тигрового глаза одела, вот сразу все. Это мое. Было ощущение принятия. С этим как-то вот я не знаю еще. Еще покажу. Посмотрю, как я себя буду. Вот здесь на шее кулон сразу лег. Я с ним уже спала одну ночь. Все. Мое. Тот браслет еще как-то под сомнением. Так что, видите, у меня обновочки. Сейчас пойду позагораю, а на вечер буду пересаживать цветочки. Орхидейку прям жалко. Такая она красивая. Такая она класснючая была. Гермиона. Скотеняка. Вот по-другому не скажешь. Скотеняка такая. Любимая, но скотеняка. Наконец вынуло солнышко. Цветочки мои. Вот они стоят все. Гермиона в ногах. И сделала себе салатик. Сейчас пойду возьму вилочку, кофеечек и буду наслаждаться красивым видом. Гермиона, судя по всему, будет наслаждаться мной. Вот каждый раз, проезжая ОСЛС, не могу любоваться этими зданиями, не могу их не снимать. Но нам не на ОСЛС, нам выходить надо на Национальный театр. Идем продлевать они уточки за гран-паспорт ее. Мы долго кружили очень. И вот вверху, видите, по сути, флаг Украины. То есть, я покручусь. Мы проходили мимо этих улиц, между собой, где локация, показывала то там, то там. Не могли сориентироваться. Вот, наконец-то. Рада, как никто другу. У нас до приема времени назначенного осталось всего лишь 20 минут. Ну, мы вовремя. Лифт, к сожалению, не работает. Так что мы пойдем к решетку сейчас на четвертый этаж. Пока стоим в очередь. Здесь открытый балкончик. Вышла на балкон. Хочу показать вам вид отсюда. И, конечно же, наш флаг, который развивается. Вот он, смотрите, служит таким балконом. Все решетки, чтобы было понятно все. Вот этот наш флаг, он тоже, знаете, таким ориентиром, маяком, что здесь находится посольство. Потому что очень многие именно по флагу ориентируются, куда идти. Вот, и зайдя внутрь, смотрите. Книга есть вот такая. Для меня это было, знаете, вот, ну, пока ожидала. Конечно же, села, посмотрела. Вам сейчас буду все не спеша листать, чтобы вы могли посмотреть. Всю книгу, конечно же, пролистывать не буду. Но хотя бы первые части. Вот, то есть иностранцы, когда приезжают, тоже ожидают. Вот для них календарь есть о крупных городах. История, культура. Сейчас будем листать, я буду вам показывать. Вот она карта. Вот топ-10 мест, которые рекомендуют посетить, допустим. Ну, как у любого, наверное, путеводителя есть какие-то вот такие вот интересные особенности. То есть вот наша страна представлена вот таким толстым каталогом. Мелкий очень шрифт, потому что информации много. Вот, и есть такие же, ну, большие, но они дорогие. Поэтому вот здесь представлен такой небольшой. Ну, и, знаете, полистать, посмотреть. То есть даже мне было интересно. Хотя, мне кажется, знаете, много чего знаю. Вот на четвертом этаже перед входом такой вот стенд, образцы, информация, которая есть, я вам дам. И еще очень важная информация, что здесь оплата только по безналу. Потому что была ситуация, если мне девочка выручала, у нее была наличка, а оплата идет только по безналу. И тут, если кто-то не смог вообще этот заявление, то вот здесь они все есть. Доброе утро, девчонки и мальчишки. Села монтировать ролик и поняла, что я не досняла вам очень важную информацию. У меня с утра кофеечек, не знаю, видно вам там, не что кофеечек у меня. Анютке продлили паспорт, продлили на 4 года. Хотя у нас вот знакомым в том году они продлевали, продлевали на 2 года. Еще знакомым деткам тоже продлевали на 2 года. Нам продлили на 4 года ей паспорт, загранник. Причем просто на другой странице. Вклеили фотографию, поставили штамп, что там такая-то ингонизация, продлено. Но в центре она руками написала дату. То есть по 30-й, допустим, июля, такого-то, такого-то года. И я думаю, когда я работала в приватбанке, у нас у каждого кассира был датир. То есть она утром выставляет дату и просто ставит штамп. То есть представьте себе, сколько людей, и каждому эту дату пропиши. Я думаю, все-таки серьезная организация посольства Украины в Норвегии. Думаю, неужели у вас нет датира сотруднику своему облегчить работу? Просто вот она ставит штамп и ставит дату, по какой продлину. Ну, может быть, это не настолько сложно, но как бы вот по мне потенциально цель работодателя сделать работу сотрудника максимально-максимально комфортной. То есть ей было бы гораздо проще. И время быстрее поставил следующий, поставил следующий, продлинул фотографию клеем, намазал, вклеил штамп, поставил, все, вы свободны. Но это мое видение. Знаете, как говорится, им там, наверное, виднее, чем мне со стороны. И сейчас еще будет очень важная информация. На самом деле она важная. Хочу сказать, что ко мне очень многие обращаются. Наталья, не знаете ли вы какого-то юриста, адвоката в Норвегии и так далее? Знаю. Девочки-мальчики, но не бесплатного. Сейчас говорю про Самира Аскерова. Знакома с ним лично. Потому что когда мы были еще в Мутате, он, ну не буду, знаете, там все это рассказывать. Есть ролики, где мы были у него в гостях. Человек очень отзывчивый, очень внимательный. И не считая, скажем так, его человеческих качеств, как профессионал, человек на своем месте. Он открыл уже свою компанию. Поэтому я сразу уточняю, что адвокат это не бесплатный. Но у него 20 июля в Осло с полдвенадцатого до трех будет бесплатная консультация. И вот он написал, что если у кого-то есть вопросы, такие, знаете, вот там не на пять томов, то можете взять какие-то документы, приди с собой, возможно, он их рассмотрит. Адрес я указала вам. И сейчас вот там у него в группе. Есть группа на Фейсбуке, то есть можете найти в этой группе, состою, вопросы, по которым можно к нему обратиться. То есть он уже занимается не первый год всем этим делом, человек на своем месте. Я еще раз повторю, знаете, не в целях рекламы, а в целях того, что я начну, ой, вот она получила какой-то откат от него, как обычно, знаете, люди, которые не делают ничего, знаете, вот просто так, не делают ничего с целью помочь кому-то, вот они всегда во всем ищут какой-то подвох, какую-то материальную сторону. Вот я никакого дождя не получала. Что говорю? Потому что очень много людей имеет потребность. Человек, который говорит, общается с нами на понятном нам языке, и украинскую мову, и российскую мову, кому как удобно, ему можно вот без переводчика изложить суть проблемы, пообщаться напрямую. А это очень важно, когда, ну, тот же самый врач, русскоговорящий, по-другому значиму идет процесс. Либо когда вы через переводчика общаетесь с человеком, у которого все равно другая страна, другая культура, язык очень важен. Кому надо, найдите время, следите на консультацию. Все, мои дорогие, пока-пока, до новых встреч, искренне ваша Наталья Чавая.